Раз, два, три. Здравствуйте, дорогие читатели журнала Навигатор Игрового Мира. Этот ввод будет экспромтом, потому что... Ну, сейчас будет небольшая предыстория, сейчас мы смотрим за действиями китайского игрока к Сяу Ти. Дело в том, что времени на подготовку по вводам было не так много. Мы долгое время выбирали, какой же ввод прокомментировать, потому что турниров последние полторы недели не было стоящих. Вот, и уже начали комментировать игры с NSL, которые закончились практически месяц назад. И вдруг, как маны небесные, сверху на нас упал отличный стрим от первого лица. Ну, кроме обычного стрима, там, в двух разных качествах, на 400 килобайт, на 800. Еще организаторы турнира, ПГЛ, которые сейчас мы будем смотреть, сделали стрим от первого лица, от каждого из игроков, и по Варкрафту, и по Старкрафту. Поэтому сейчас мы будем в экстремном порядке просто. Мы подключились к стриму на двух разных компьютерах, записываем лайв, комментарии. То есть, игру мы до этого не видели. Пару слов о турнире. ПГЛ, уже не первый сезон, это третий сезон по счету. Очень хороший турнир, собирает самых сильных игроков. Действительно, самые сильные. Тут очень громкие имена, сейчас я вам зачитаю. Вы поразитесь, если за Варкрафтом следите, то поймете, насколько все серьезно. Ксяу Ти, Люцифер, Суха, Лайк, Фов, Тодд, Фокус, Мун, Флай, Тхо, Сейс, Лин, Скай, Сусирия и наш украинский эльф Хот. 16 лучших игроков. Разбиты на 4 группы, но группа это так условность. Это там не по традиционному групповому этапу соревнования проходят. Не каждый с каждым. А группа сражается против группы по системе NGL1. Такая лига есть немецкая. То есть первый человек из первой группы играет с первым человеком из второй группы. Кто-то из них проигрывает и его место занимает его согруппник, можно так выразиться. Сейчас мы видим живое общение. Игр происходит вот прямо вот в данный момент, когда мы их комментируем. Я не знаю, когда игра начнется, но промелькнуло несколько Ready, Ready, там GG, Re, несколько альтабов. Игроки настраиваются. Только что прошла игра Ксиоти против Тода. Мега затяжная, мега классная, необычная игра на новой карте Melted Valley. Долина Тающих Снегов. Так мы ее перевели на Good Game. Сделали обзор по этой карте. Несмотря на то, что начиналась игра очень быстро и агрессивно. И вроде многообещающих таких вот длинных концовок она не подразумевала. Но молодой китайский, ну уже не молодой, ему 19 или даже 20, орг Ксиоти сумел затянуть игру против Тода. И она шла, наверное, минут 25-30. Серьезные герои, высокого уровня. Прекрасный микро. Но, к сожалению, мы как раз при просмотре этой самой первой игры увидели, что есть дополнительные стримы вводов от первого лица. И в экстренном порядке сейчас записываем и комментируем именно вводы от первого лица. Так, пока некая пауза. Скорее всего, здесь мы немножко перемотаем. Так, насколько я понимаю, уже такая предварительная отмашка на старт уже была дана. Одним из зрителей, который является стримером MapInfo, он написал сквозь пиксели, я различаю я. Wait, one min, and start. Качество вводов довольно приемлемое. Надеюсь, мы это качество постараемся сохранить, чуть дав больше по объему. 15 секунд. Что ж, готовимся, готовимся. Сейчас мы будем смотреть ввод от первого лица в исполнении Ксяу Ти из клана ВНВ. Самое ценное вводах от первого лица, если вдруг вы не знаете, не смотрели, это то, что мы видим именно те действия, которые совершает игрок. То, насколько быстро он делает, что именно он делает, что позволяет нам больше понять. Ну, просто в демке мы не видим истинных действий игрока, мы видим только результат. Вот. Поэтому все в обычной демке или в обычном вводе с лица зрителей не увидим. Понеслась. Карта низины. Мы видим, что сразу рабочих, смотрите, одного на шахту, второго на шахту. Это такая небольшая фишка. Все мы знаем, что после очередного патча лизарды пофиксили возможность собирать четырьмя рабами золото, так же, как пятью, если правильно застроить, так-то алтарем и шахтой. Ой, и бороусом. Вот. Но если хитроумным способом вот таким вот образом рабочих направлять на шахту, вот, он не будет, конечно, делать эту всю игру. Ему нужно для того, чтобы он не терял золото в самом начале игры, чтобы билдодер у него прошел хороший. То есть первый алтарь, второй бороу... Ну, точнее, второй барак, а бороу до этого еще ставится рабочим. Вот. И когда появится пятый раб, которого он может направлять на золото спокойно, без ущерба экономики, он это сделает. Сейчас он это сделал, все, кажется, прекратил. Прекращай, давай. Маньяк какой, а? Действительно, эта фишка работает. Правда, требует, как вы видите, довольно недюжей точности и контроля. Так. Пока все стандартно, разведка пошла против часовой стрелки. Ну, это так, это на любителя, на самом деле. Тут особой разницы в такой ситуации нет, потому что играет он против орка, кажется, да? Против фокуса. А бороусы за бараками, первый герой Блэйдмастер, ориентируется он сразу же на оранжевую точку, по крайней мере, точка сбора. Именно туда и будет вести первого гранта, и Блэйдмастер, что лавочку будешь ставить этим вторым рабочим? Так, смотрим, аккуратненько, чтобы монстры не задели. Да, лавочку мы здесь ставим. Молодец. Вот. Да, можно уже поражаться постепенно, как быстро все будет делать наш китайский друг. Все пронумеровал, все сделал, точка сбора расставил, строит, делает разведку параллельно, так, пронумеровал опять, точка сбора сделал, выбрал скилл, побежал на разведку. Даже если просто комментировать и действия, которые тупо совершает игрок, то есть без анализа, можно весь комментарий забить. То есть настолько действий много. Сейчас будет выбивать девайс, продавать телепорт, покупать серклетку и просветку. И предложил делать разведку. Начал бить гнолика, увидел здесь монстриков на красной точке, понял, что противник расположен на двух часах. Дислоцировался он именно там. Ну вот, плохо, плохо сейчас сделал. Ой, еще вражеский БМ прибежал. Ну, совсем неудачно получился у нас криппинг. Так, там гранта просто монстры били, которые должны были бить Блэйдмастеров. Ну, потому что персовая атака этих двух стреляющих монстров, она... Да, это за грантом сейчас будет охотиться, смотрите-ка. Так, минус грант. Уже в самом начале игры. Вот это из-за ошибки при криппинге. Какой молодец. Как они... Я давно, честно говоря, я давно не видел воду под первого лица в исполнении профиля. Несколько месяцев. Поэтому изрядно соскучился по бешеным кликам. Так, ну, рабочий это смертник. Он ничего не сделает. Противник закрепил зелененькую точку. Это очевидно. С первым героем закрепил зеленую точку. Вот, и сразу пошел эти помешать ксиоти качаться. Вот, сейчас пытается ксиоти докрепить эту оранжевую точку, которая, конечно, пожирнее паука. Противник, кстати, сейчас скорее всего свою. Крепит тоже строит лавку. И... Первый этап игры, это... Это соло-бм, так скажем. Соло-бм, если правильно. То есть, делаем все для того, чтобы максимально прокачать этого героя, закупить ему ценные девайсы, собрать ценные девайсы, по-выбивать из монстра. Потому что этот герой основа врача армии не в плане жирности. Вот, закрепили эту точку, как мы прогнозировали. А в плане дамага, то есть урон, который наносит этот герой, он самый высокий из всей врача армии. Если на одного и не то, как бы... Ну, даже и... Опа! Интересно, интересно, можно было окружить! Отлично, отлично! А, инвиз, конечно, инвиз. Инвиз есть. Опасно окружать блэдмастера. Герой, который наносит больше всего дамага. И даже больше, чем несколько юнитов, когда он будет прокачан с критами, с виндволком, с хорошими девайсами. Это просто черепашка-ниндзя, как называют блэдмастера, наши уже олдскульные орки. Он и похож. Леонардо, синий, с мечом, зеленый. Продолжение криппинга. Напомню, что мы смотрим игру впервые, комментируем ее вживую. Развязки не знаю, а то это становится еще интереснее. Минус два сразу же монстра, очень синхронный такой криппинг, можно сказать. Гранты так по последнему удару нанесли. И... Да больше, в принципе, и не сделал здесь ничего. Грейт завершился на Тайр 2. Ставим один Бестиарий и ставим один Спирит Лодж. Очень распространенная схема в игре Орг на Орг. Потому что связка Спирит Волкера Райдера Кода она зарекомендовала себя с самой хорошей стороны против... Ну, это, пожалуй, такой самый классный Тайр 2. Так, просветили вражеского героя. Тут просто битый Грант нужно было отпугнуть врага и подхилять Гранта. Так, вот он сейчас прорвался. Может, в принципе, да. Крит. Но уже, уже рискует он тут остаться. Еще одна замазка на Гранта. И, в принципе, учитывая то, что вражеский герой красненький, можно спокойно докрепить эту оранжевую точку. Но что из него подойдет девайс? Из него получается опыт. Так, если я вдруг буду оговаривать, заранее, извините, сейчас все-таки день, не разговорились, и это первая игра, которую мы сегодня комментируем. Вторым героем, также традиционно, как из перед лоджи, без тярий, является в Шаду Хантер. Этот герой обладает двумя очень полезными скилами. Это Хекс, который помогает жирных юнитов Орка Хексить проводить из строя убивать и нейтрализовывать самого главного дамагера Блэйдмайтера и его, соответственно, убивать. Там юнит герой превращается в такого крипа. Довольно сильный седьмон точку крепит Ксяу Ти, лагерь наемников. Серьезный монстрятник такой. Но здесь выходит, добивается хороший девайс. Кроме Хекса, у Шаду Хантера есть замечательное лечение, которое в сочетании со спиритлинком пришел вражеский герой, очень неудачно. Здесь Скрофспид делает Ксяу Ти, замазывается его Гранта, но останавливается зачем-то Грант на секунду, но этого хватило. Превращает вот крыску вражеского героя, отвешивает ему там из виндлока удары. вражеский герой убежал, но он сейчас быстренько подлечится, потому что герой битый. Когда у обоих орков выходит в качестве второго героя Шаду Хантера, начинается очень аркадный этап игры, когда герои могут уходить буквально с двух из трех заклинаний. То есть, когда герой превращается в какое-нибудь создание такое маленькое, у него замедляется скорость перемещения, и он не может пользоваться самой главной бутылью, любым девайсом из инвентаря. То есть, если у него там есть телепорт, свиток лечения, свиток не из скролл, опа, стерил девайс, ну, девать не стерил, но вот големчика добил вражеский БМ, да, все-таки фокус ведет себя более агрессивно и контролирует действия китайского урка, ненавязчивая реклама Адидас у нас была, а вот еще здесь Адидас, 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 за каждое упоминание мне уже было, конечно же, заплачено, Адидас, Адидас, просветочку стерил, тут очень все битое у вражеского, но шадохантер врага, смотрите, уже второго левела, и у него есть аура, аура ни о чем, но вот превращает вражеского шадохантера в крипа, начинает атаковать, крит по спине, и просто не успел выйти, но он, конечно, в конце успел, когда уже умирал, вот, но в результате мы видим, что с одной стороны шадохантер враг прокрипил лучше, сейчас попадает под удар шадохантер ксяути, на него кидают сетку, он там покупает инвул, сразу же туда-сюда, убегает, пытается что-то сделать, у него на хвосте черепашка ниндзя вражеская, хексит он еще попутно вражеских юнитов, инвул выпивает, потому что герой вражеский где-то в инвизе, непонятно где, опа, он вышел из инвиза, начинает атаковать, хекс, уходим, к магазину, быстро, там просто бутылек жизни, и там его можно выйти и спастись, ману выпили, бутылек купили, замазку, замазку применил, ну, лечебный эликсир, так называют, в простонародье, в прогеймерском, Бэм в инвизе пытается там добивать воинов, урочек красных, казалось бы, да, ситуация какая, враг прокрепился лучше, там стырил, не стырил добивайся, добил голема, опыта у него больше, но удачно поймал на криппинге, убил прокачанного шаду хантера, и все, инициатива переходит к вам, ворочи лапы. Да, это, 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 но это игра, это турнир, это, доля везения и чувства, он все-таки искал в двух разных точках, где мог быть противник, проверил один магазин, потом пробежал на не очень популярную свою точку. Да, здорово. Сейчас, задача, в принципе, у каждого, задача на данном этапе одна и та же, прокачать шаду хантера до третьего левела. Шаду хантеру на третьем левеле берется не хекс, потому что он незначительно увеличивается в сравнении с первым, то есть первый парализует на 3 секунды героя, а не превращает на 5 секунд, а второй там на 6. А лечение увеличивается в полтора раза, то есть, в принципе, как и должно увеличиваться по эффективности заклинания, как оно обычно увеличивается. Вот. Кроме того, в сочетании со спиритлинком это заклинание служителей предков, которое связывает урочих юников единую духовную цепь, и они получают урон, каждый юнит, получающий урон, он половину урона распределяет между собратьями своими, которые скреплены с ним духовными связями. Вот как завернулся жестко. В общем, дэмэдж распределяется равномерно по всем юнитам морга, и в этом плане получается, что у всех юнитов постепенно отнимаются жизни, и их лечить как раз массовым таким лечением шаду хантера очень-очень выгодно. Вот. Вот поэтому ей любят брать второе лечение. Очень часто урочи бои называют пацифистскими, потому что при наличии маны у шаду хантера, соответственно, при наличии лечения, так, проверяют снова точку, там никого нет, сражение может длиться очень долго. Поэтому я называю торков в таком мочевле пацифистами. Задиспейл вражеского БМа. Начинается, завязывается битва, рабочие пришли с одной стороны, рабочие дополнительные жизни, хекс, лечение, спиритлинг, криты, режут райдеров, ловят в сетки, сложно уследить лечение снова. Я не вижу, если честно, курсор, перенаправляют, там еще спиритволкерами атакуют гранта, там все серьезно, старается, контролит, снова лечение, отводит, читает свиток лечения. Вот это, кстати, переломный момент, потому что свитку противника нет. Хотя вот рабочие, связанные с передлингом пять штук, ищут жизни. Фактически тот же самый свиток, прочитанный на 6-7 динаметров. Продолжается битва, диспол отлично кидает ксяути, продолжает сражаться, высасывает ману, противник врубает скроллов спид и ретируется, ретируется, противник бежит. Тут осталось еще... Нет, он не бежит, это тактически перегруппировывается. В общем, он нападает с фланга, забегает, убегает одного юнита, второго, теряет одного спид перед волкера. Тут размин просто идет такой, что сложно вследить, сложно, сложно начинает бить шаду Хантера, он лечится, теперь на него переключился огонь, он понимает, это отступает. Вот, ну, собственно, на этом, кажется, и закончилось данное сражение. Сеточка, инвул, Блэйдмастер на последних китах, просто, ну, вражеского шаду Хантера есть. Да, все, на спидах мы отступили. Опасно, опасно, дорогие друзья, очень опасно. 38 лимита, я не могу посмотреть, что у противника, но там оставалось всего лишь 2-3 юнита, возможно, был заказ, ну, обычно делается заказ во время битвы, особенно, ну, здесь битва шла, сколько, 20-25 секунд, там ресурсы скопились, на юнита, одного точно, плюс, там, скорее всего, была какая-то заначка, орки, как правило, не торопятся выходить из лимита 50 и оставляют какую-то заначку, строят борусь под лимит 60 или даже 70, после этого выходят. гигабайт, это уже такая ненавязчивая реклама, внутриигровая реклама, кстати, показала себя, согласно последним исследованиям, иностранные компании, не помню, как она называется, довольно эффективно, геймеры довольно хорошо реагируют на внутриигровую рекламу, ну это так, вы наверное читали в навигаторе, правда, это было еще в майском номере, ну ладно, снова битва, противник ведет себя агрессивно, у него преимущество по лимиту, я бы сказал, в два юнита, то есть, но здесь многое решают герои, кодоя ловят, начинается битва, окружают кодоя, лечение, спирит лим, боже, что происходит, минус кодоя, начинают атаковать вражеского кодоя, лечение, лавка рядом, это может сыграть очень здорово, может помочь вся уйти, хотя противника действительно больше, просто больше противника тут, сложно, сложно, лечит своего героя главного, попытка, так, красная, все красная, смотрите, спирит волкер красная, сейчас умрет, шадохантер красный, лечит, а инвол, мана, лечение, ой-ой-ой, блэдмайстр получает левелап, но он очень-очень битый, блэдмайстр падает, о боже, что происходит, да, Ксио Ти проигрывает, к сожалению, к сожалению, оу, у него тут и поменьше войск, и потеря БМа, самого главного, ключевой, фигуры, можно сказать, ферзя в этой шахматной партии, действительно, это как бы получается шахмат, потому что одни и те же юниты, абсолютно, они просто ходят по-разному, да, но, смех смехом, и игра, в принципе, уже закончена, да, и шадохантера ловят, он пишет, джи-джи, Ксио Ти, и выходит, и так, и так, счет у нас 2-2, это играет группа А против группы Б, думаю, что мы еще парочку водов с лайв-комментариями запишем, потому что вода от первого лица, это круто, вот, это здорово, надеюсь, живые комментарии тоже несколько, простите за тавтологию, оживили игру, и мы приступаем к комментированию следующей партии, в которой встретится Фокус, который сейчас содержал победу над Ксяути, и кто-то из тройки, либо Сухо, либо Лайк, либо Люцифер, мне кажется, что это будет Сухо, потому что он эльф, и как раз против Форка, особенно учитывая то, что Лайк это Орк, и только что Зеркалка хороший фокус выиграл, а Люцифер против Фокуса, это немного дисбаланс в сторону Орка, скорее всего будет Сухо, а вторая партия, думаю, поставит Сухо против Фокуса.